Приветствую вас. Я думаю, что бить тревогу вообще-то не надо никогда, потому что в тревожных людях она только еще больше погрузит в теплое состояние, а людей, которым все равно, вряд ли она способна что-то новое дать. Что глобально, я могу сказать вам, именно глобально, глобально я могу сказать, что необходимо перестройка, переоценка, распределение внимания, между вашими детьми и вами. Да потому что ребенок считывает себя аутсайдером. Как это сделать? В общем, с одной стороны достаточно просто, с другой стороны могут быть свои нюансы. Ну, во-первых, чувство защищенности, можно говорить о том, что ребенок не чувствует себя защищенным. Во-вторых, любовь, можно говорить о том, что ребенок не чувствует любви к себе. В-третьих, такие позитивно поставленные, позитивно окрашенные рамки, для которых ребенок выйти не может. Вот здесь, колеска, она про это, про рамки. Ну, не такие рамки, как тебе нельзя, а именно рамки такие, больше позитивные. Вот. В этом направлении нужно. Я бы, наверное, сделал бы упор на взаимоотношения ребенка с папой. Потому что мужчиной человек себя не чувствует, несмотря на то, что три женщины в семье. Здесь можно говорить о связи ребенка с отцом, о фигуре отца. Если три женщины, ну, соответственно, мужчина проявляется более ярче. В заботе, в опеке, в защите, в помощи. Очень важно, чтобы ребенок принимал участие в воспитании. Ну, точнее, даже не в воспитании, а во взаимодействии с сестрой. С сестрой, который один год и сестрой, который четыре. Если ребенок этого не делает, да, если ребенок не взаимодействует с сестрами, если ребенок не чувствует, что за ними нужно приглядывать, ухаживать и прочее, то создается такая ошибочная. Картинка, что маленькие дети просто перетягивают на себя все внимательно. Вот. И здесь поможет только в увеличении ребенка в процесс. Ну и, конечно же, активный диалог с использованием Я-сообщений и активного слушания. Такая вот ссора. Я бы обратил внимание еще на то, как взаимодействовать между собой. Вы, ваш муж, в этом тоже есть свои нюансы, чувствуемые ребенком. Ну и общая такая атмосфера семьи, общая такая вот… Общая среда психологическая, эмоциональная, тоже нуждается в исследовании и корректировке при необходимости. Ребенку, Артему, не хватает сейчас собственной значимости. Но значимость для него проявляется в основном в отношении, в любви родителей. Но значимость можно прочувствовать и другим способом, путем поручения ответственных заданий. Попробуйте. Уверен, что Артем, так же как и… Большинство детей хотят, хочет быть взрослым. Попадите ему. Нет, он чего-то хочет. Предложите ему, ему нести ответственность за другого человека. И вы увидите, насколько это меняет восприятие и представление. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится.